Итак, видите, когда человек верит не во то, что надо, мы не знаем, во что мы верим, большинство людей не знает, некоторые думают, что они в Бога верят, но когда близкий человек уходит из семьи, то оказывается, что не в Бога, потому что человек попадает в жуткий стресс и потом в течение двух-трёх лет не может из него выйти. Понимаете, когда мы висим на своей вере, на своей высшей цели жизни, как лампочка висит на проводе, понимаете? Если провод обрежут, лампочка тухнет, она не может уже гореть, потому что там оттуда идёт максимальная энергия счастья. И если, допустим, близкий человек уходит, то невозможно жить с тем, кто в тебя верит. Что такое ревность? Что такое ограничение свободы близкого человека? Что такое желание быть постоянно с ним? Это как раз вера в человека. Кто из вас испытал такое, что человек так вас полюбил, что вам пришлось его бросить, и было невыносимо жить рядом? Вот. Это как раз результат веры. То есть человек верит в человека, понимаете? Он думает, что так надо жить. Он считает, что это и есть высшая цель жизни человека. Человек не может выдержать, когда в него верит. Как будто человек обесточенным становится. Я, если во что-то верю, я оттуда беру силы. Представьте, я верю, допустим, в свою жену. Она говорит, я не могу. Она с ума сойдёт, если я в неё начну верить. Или верить в ребёнка. Он постоянно капризничает, потому что мама от него забирает силы, она в него верит. В собачку верить ещё хуже. А бывает, что человеку не во что верить, и он начинает верить в собачку. Или в собачек. У него пять собачек уже, он во всех верит. И они все вокруг него ходят. Это уже большая проблема. То есть надо понять, как жить правильно. Почему? Что такое вера в Бога? Что такое святость? Что это такое святость? Свет по-русски перевод. Святость, свет. Что это за свет такой идёт от чистого, возвышенного человека? Это свет контакта с Богом. Душа, она как проводник. Если Богом сильно наполнено, он начинает сиять. Чем? Энергия счастья. Не то, что пришёл человек такой, раз всё светло стало в этом зале. Нет. Святость означает наполнение счастьем. Человека озеро счастья, чаша его счастья настолько большая, что на всех хватает. И все события в жизни такой человек переносит легко. Он не печалится в горе. И спокойно относится к счастью. Он с ума не сходит от счастья. Потому что он всегда в счастье живёт. Он привык быть счастливым. Но это счастье означает, что он трудится для него. Для того, чтобы быть счастливым, нужно в аскезе жить. Понимаете? Это не то, что я... Вот я правильно живу, всё, я такой расслабленный. Классно. Чао. Не, не, это не так. Человек должен совершать усилия над собой. Меня вёз один хороший человек, и мы с ним говорили. Мы видели дорогу, переходила женщина, так, ну, где-то ей шестой десяток, как мне. Но она еле-еле шла через дорогу. И я говорю, ей надо больше ходить. А может, потом бегать начать. И он говорит, ну, что-то сложно видеть её, что она будет бегать. Она еле-еле через дорогу переходит. Понимаете, это наш выбор. Если ты не можешь ходить уже, это значит, что ты должен ходить. Если ты не можешь любить, значит, должен любить. Понимаете? Эта жизнь соткана из подвига. Если человек не может ходить, он может ходить на самом деле. Надо просто ему понять, в чём заключается сейчас смысл его жизни. Может быть, смысл его жизни сейчас это движение. Некоторые говорят, суставы болят. Что, неужели надо ходить? Да. Для того, чтобы суставы не болели, надо много ходить. И тогда они станут здоровыми. Поверьте мне, это так. Понимаете? То есть всё. Если человек, допустим, чувствует полноту, нужен пост и так далее. То есть, понимаете, ну, то есть, эта жизнь счастливой становится, если мы совершаем аскезу. Но человек не может сам аскезу совершать, потому что ему тяжело. Зачем? Он не понимает. Потому что нет разума глубокой реализации. Чтобы понимать, надо практиковать. Понимаете? Глубокая реализация в жизни приходит через практику. А практика возможна, если ты находишься рядом с тем, кто практикует. Я когда в море залез, никого там не было. Через 15 минут ещё 3 человека уже в море было. Потому что, когда кто-то, ну, кто-то движется куда-то, это всегда вдохновляет других. Понимаете? То есть, всегда, когда человек делает что-то хорошее, он становится, заражает других людей. И мы должны сначала быть рядом с теми, кто живёт правильно, хотя бы на телефоне. А потом дальше мы сами начнём жить правильно. То есть, я не могу. Это не оправдание. Это значит, что ты не знаешь, как правильно. Через звук приходит вдохновение. Через звук, через веру. Вот я сейчас приехал к вам. Я уверен, что ваша жизнь изменится после этого разговора. К лучшему, я надеюсь. Что вы меня 3 часа будете каждый день слушать. Это сильное влияние 3 часа. Вот.